Путешественники Нюхала, нюхала, даже почти не трогала. Когда я возвращаюсь к эструли, мои вещи пахнут, конечно же, по-другому. Чужими сигаретами, чужими квартирами, коих было немало, Церковными свечками, не знавшими огня драконьего, Духами всех, кого я там обнимала, А потом одно отправляется в стиральную машину, Второе друзьям на полочку отлетело в мусорку, И зато куда-то девается. Но ведь не им же едином мы живы, Он же, в конце концов, не хлеб и не музыка. Про путешественников есть другая важная штука. Помню по папинам возвращениям из Китая. У них, у нас, в глазах всегда остается что-то, Что мы выбрали вмиг, когда покидали. Вот в моих, например, навсегда рожки Кёльнского собора, Купола Киевской лавры, Питер весь с какой-нибудь крышей, Само собой. Вороны тауэны, угловатые от прохлады, А в глазах папы, вернувшегося из Пекина раз, наверное, двадцать, И в целом к сантиментам несклонного до сих пор живут. Не пейзажи из киноленты с Джеки Чаном, А из коробня драконьего. Я нигде, нигде, нигде не видала дракона живого, Впрочем, как и те, кто кроме папы бывал в Китае. Поэтому папа вёз отважно огонь. Его нам, как то, чего в девяностые больше всего не хватало. В девяностые мне три с половиной, Столько же до наступления новой эры. Бабушка смотрит за стенкой, Свой детектив любимый, Мама читает мне сказку про храброго пионера. Небо в окне ледяное и чёрное, как кока-кола. Лампочки в люстре круглые, как чупа-чупс. И я говорю маме, давай заведём дракона, И смеюсь от какого-то радостного предчувствия. А потом врывается папа в ночи, в наш губ. Громким запахом улиц Пекина, Миллиардом китайцев сразу. Я взлетаю в руках его к люстре. Ну-ка, кто тут у нас не спит? Прямо в синей пижаме своей, С дурацкой улыбкой своей. И я вижу драконье пламя У папы на дне левого глаза И на дне правого глаза. И спросите, стесняюсь, Но становлюсь сильней.